Привет, друзья! Приветствуем вас на канале в Ikea. Мы с вами на выставке Arab Health в Дубае. И на стенде находимся. Альянс Global – это большая компания, которая занимается дистрибьюцией медицинского оборудования. И нас привлек вот этот Hold Scanning Image. Это прибор для сканирования патоморфологических стекол с данными, которыми мы получаем в ходе биопсии или морфологического исследования. Это прибор Grandium. Истоки его находятся в Финляндии. Компания занимается дистрибьюцией этого прибора Альянс Global. И прибор интересен тем, что он портативный. Наша тематика нашего канала – это портативные цифровые технологии. И помимо того, что он портативный, он взаимодействует с планшетом и с любым вообще, в принципе, компьютером, планшетом, лэптопом через браузер и может управляться, этот прибор может управляться дистанционно. Данные с этого прибора сканируются, передаются в форовом виде и позволяют потом передавать эту ссылку, собственно говоря, любую точку любым специалистам, которые занимаются патоморфологией. Первым шагом является предварительное сканирование стекла с помощью камеры, которая находится не в самом объективе, а чуть выше. Вот она светится, и она сканирует всю эту поверхность и выводит информацию, предварительную информацию об этом стекле, ну, о гистологическом препарате, который находится на этом стекле. Следующим шагом мы выбираем зону, которая нам интересна, по ней тапаем, и прибор сам автоматически выставляет свой фокус в той зоне, которую мы выбрали для, собственно говоря, для дальнейшего исследования о цифровке. Вот так это выглядит. Следующим шагом мы уменьшаем в размерах изображение, выбираем двумя движениями руки точки, между которыми будет захвачена эта область, которая в дальнейшем будет сканирована. Запускается некая программа, которая автоматически определяет, ну, приблизительно ту зону, которую предстоит сканировать, и запускается автоматическое сканирование. Вы видите, как сейчас платформа передвигается по оси X и Y, и вот с помощью этого объектива и соответствующей там подсветки, которая, ну, в обычном световом микроскопе, осуществляется сканирование вот этой зоны, которую мы с вами выбрали. Здесь предварительно указываются размеры, 4,5 на 8 миллиметров процесс. Очень быстро, конечно, это все происходит. После сканирования мы можем выбирать различные увеличения, с помощью которого мы можем в дальнейшем смотреть, ну, изучать этот скан, который мы получили. Передвигать, перемещать. То есть получилось максимально 40 увеличение от 5, 5, 10, 20, 40 магнификации, то есть увеличение этого скана. Все данные, которые прежде были сканированы на этом микроскопе, они находятся на специальном сайте, который является частью этого прибора. Мы можем посмотреть, вывести конкретно вот только что просканированный нас имидж и продолжить с ним работу. После того, как мы информацию видели здесь, на этом лэптопе, на этом планшете, мы можем выбрать дальнейшее, как может быть сохранена эта информация через USB, через веб-сайт. И не только выбрать через какой канал, но в каком формате. СВС – это один из самых известных форматов, который поддерживает и Лейка, и Филипс – это известный формат для сохранения данных патоморфологических, во время патоморфологического исследования гистологии. Можно здесь ТИФ выбрать и другие форматы, которые, ну, некоторые даже и не знают на самом деле. Дальше мы можем эти данные, которые сохранили, предоставить другим. Ну, специалистам по патоморфологии, патологоанатам. Можно это сделать с помощью того, чтобы в один шаг буквально сформировать гиперссылку на ведущую на сайт, где находится эта информация, отправить ее через e-mail какому-то специалисту, который нуждается или может в дальнейшем провести анализ вот этих патоморфологических данных. И таким образом цикл завершается. Мы можем вновь перейти к сканированию, заменив вот этот слайд, это стекло, на следующее стекло. Достаточно быстро все это работает. Качество, я вам скажу, замечательное. Я видел, как делает Лейка. Я знаю, как работают наши решения. Мы тоже этим вопросом занимаемся в нашей лаборатории. Надо сказать, очень-очень все так интересно. Прибор достаточно тяжеленький, но за счет того, что имеется у него, во-первых, передвижная платформа, во-вторых, сам по себе он должен устойчиво стоять, чтобы не было никаких колебаний во время проведения патоморфологического исследования. Шикарный прибор. Стоимость такого прибора составляет 35 тысяч долларов. Цена, ну, смотря, с чем сравнивать, конечно же, но, в принципе, для маленьких лабораторий, маленьких клиник, где есть возможность выполнить, есть необходимость выполнять патоморфологическое исследование, но нет специалиста по патоморфологии. Это достаточно хорошее, интересное решение для того, чтобы восполнить пробел специалистами, потому что мы можем отсканировать вот эти данные и уже передать их в любую точку мира, в любую точку, где врачи могут провести описание, исследование вот тех данных, которые мы получаем. Замечательное решение. Коллеги, кому интересно, пожалуйста, можете воспользоваться в Альянс Глобал, который могут вам предоставить такой прибор. Спасибо большое за внимание. Специально для канала IWK. До свидания.